Привет, с вами Каласодик Села, и в этом видео мы будем завершать первую фазу турнира от Павлина. И в этой фазе правила опять изменились, и для этого нам нужно зайти в подвиги и открыть несколько рун. И я думаю, что можно открыть сначала три набора, и буду параллельно вам объяснять, какого правила этой фазы. Вот, допустим, мы открыли три набора, набор силы это вообще никак ничем не отличается от наборов рун, просто чтобы открыть три набора вместо одного, так будет и быстрее. И здесь, если у нас будут какие-то алмазки, то мы их можем выбрать и, получается, использовать для того, чтобы проходить режим выжившей высокую сложность. Так, и у нас есть фон без всякого персонажа, классический Рейден, кстати, черный дракон Эрон Блэк, и классический шансон, нету, огненные колки, только есть, но они все золотые. У нас есть классический Рейден и черный дракон Эрон Блэк. Так, значит, нам нужен еще один персонаж алмазный, и думаю, можно опять открыть набор силы. Думаю, можно пробовать открыть один набор, чтобы уж точно, может быть, выпала алмазная карта рун. Так, комната Кап Джонни Кейш, Ассасин Скарлетт, во, Ассасин Скарлетт у меня есть. И мы, получается, приступаем к сформированию команды. Значит, на Ассасин Скарлетт зеленое снаряжение, на классическом Рейдене тоже, а на Эроне Блэкке черном драконе фиолетовое, то есть эпическое. И такая команда у меня получилась. На классическом Рейдене билет-обманка для того, чтобы иснажать силу при персис-приеме. На Эроне Блэкке шанс и молоха, чтобы сохранять персис-прием при выполнении второго. И на Ассасин Скарлетт я прикрепил очевидный полигон, чтобы в случае чего можно было за нее драться и накладывать негативные эффекты. Таланты у меня, как всегда, кто не знает, они выглядят примерно вот так. Здесь прокачано до метки смерти, защите прокачано до призрака. Ну и давайте начинать. Ну, захожу в 9 биц, сложность высокая. И, если честно, я сейчас не уверен, смогу ли я пройти все эти биц, потому что у меня нету блокбрейкера на снаряжении. Даже, ну, то есть зеленую, по-моему, снаряде нету на блокбрейкер. Ну, возможно, мы сможем пройти. Да и плюс еще алмазки без слияния, то есть это, ну, очень сложно. Ну, возможно, сможем пройти. Ну, у нас есть один плюс, то, что у Рейдена классического 23 блокбрейкерный. Ну, можно сказать, у Черного Дракона Эрн Блэка тоже. Кстати, Черный Дракон Эрн Блэк мне выпал с последнего прохождения Башни Колдуна. Но я и не записывал это, потому что там получилось не очень интересное прохождение. Так, и нам помог сейчас Эрн Блэк, это очень хорошо. Так, ну и мы не потеряли, вроде как, почти здоровье. Вроде пока что нормальным. И еще помогает очень пассивка Скарлетт. О, нам дали набор Дарн. Так, и здесь можно открыть, в принципе. Я пропускать ничего не буду, именно как-то вырезать моменты. Потому что может показаться то, что, возможно, как-то щетерил, там зашел в другого аккаунта. Но я думаю то, что... Поэтому я не буду так делать. Ну и я думаю то, что... О, как раз хорошая битва. Я хотел сказать то, что... Я хотел... Хочу пролистать до хороших битв. То есть промотать видео, момент точнее. Но эта битва очень интересная. Потому что тут есть две алмазки, плюс ШИМК-11. То есть... Кабал может сделать свою фаталку на нас. И мы должны, значит, очень сильно постараться, чтобы он этого не сделал. Так. Нет! Ну, блин, жалко, конечно, что нас используют фаталку. И минус сразу перс. Капец. Сразу минус классический рейден. Блин, я не знаю, смогу ли я пройти. Это же, по сути, очень сложно. С двумя персами, плюс еще такими. Но мне кажется, что все-таки возможно в этой фазе все-таки победитель павлин. Но кто знает, может быть что-то изменится. Так, делаем так. Эх, не получилось. О! Так, ну, давай-давай-давай-давай. Все, оглушение. И есть! Капец, нам повезло, конечно. Во-первых, то, что истощился с прием у Кабала. Плюс еще мы оглушили этого Кабала. И, в общем-то, очень хорошо. Я, если честно, не знаю, возможно, нужно прокачать все-таки прием. Может, даже, может, фаталку, я не знаю. Ну, если честно, я уже сомневаюсь в том, что мы сможем это пройти. Потому что у нас нет блокбрейкеров. У нас убили главного дамагера классического рейдена. Я на него возлагал большие надежды. Но посмотрим за то, до какой битвы мы сможем дойти. Так, ну, 57 тысяч хп у Кенши. Такс. Ну, и для нас сейчас будет каждая битва очень сложная. Потому что у нас очень мало здоровья у наших союзников. Ну, что, делаем постоянную вещь. И главное, не выпускать противника, чтобы... Ну, точнее, не допускать того, чтобы противник мог сделать весь прием. Или как-то перебить. Ну, вроде у черного кабала... Ой, у черного дракона Эрн Блэка очень хорошо это получается. Мне не так спокойно, спокойно, не нужно. Делаю кровотечение. Так. И у меня есть подоцение то, что сейчас будет минус... Да, минус. А, нет, не минус, ничего себе. Так, ну, это хорошо то, что Скарлетт выжила. И, в общем-то, бац, бац. А, точно, я вспомнил, почему такой сильный Эрн Блэк. Потому что... А, все, минус Эрн Блэк. Да, конечно. Ну, в этот раз противники попались очень сложные. Ну, и, если честно, то у меня алмазки менее прокачаны такие. Так. И, ну, в принципе, эту битву пройти сможем. Но, думаю, то, что следующая битва, это будет проигрыш. Не ожидал то, что мы сможем пройти так мало. Наверное, видео получится очень короткое. Но даже 4-бит не смогли пройти. Хотя я за золото проходил очень даже хорошо. Но это, мне кажется, только из-за того, что это эти алмазки без слияния. Ну, не знаю. Может быть, что-то изменится. Может, мы сможем за Скарлетт пройти весьма далеко. Ну, хотя, естественно, я сомневаюсь. Ну, у нее есть вероятность 25%, по-моему, при завершающих комбо-ударах сделать, нанести какой-то там, я не помню, отрицательный эффект. Вроде как отравление или огонь, я не помню. Так. Потому что нас не перебили. Нет, нас перебили. Жалко. Так, так, так. И, может быть, мы сможем выжить. Хотя 4000 хп. Вообще, не знаю. Плюс еще у Инферно Скорпиона, когда он входит в бой, у него плюс 200% к урону. То есть, он нас, по сути, может убить с одного удара или с одного из приема. Но хотя, мне кажется, что даже если у него... Ну, вот, это минус мой. Нет, не минус. Так, ну, я думаю, что мы обязаны за щит, потому что у нас есть щит. Так, 9000 хп осталось. Давай, 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 давай. Так. Ну, 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 ну. Нет, 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 неспокойно. Все. Смогли. На одном хп смогли пройти этот бой. Да. И вот пятый бой, наверное, фатальный для нас. Потому что у Джейд осталось одно хп. Ну, кстати, неплохо смогли пройти битв в целых четыре. Но, правда, я ожидал большего. Но просто алмазки, мне кажется, попались. Так же не очень хорошие. На счет классического Рейдена. Я не ожидал, что его так быстро сольют. Опять сработал щит. Капец. Как нам везет. Ну, мне кажется, что сейчас зайдет Скорпион и будет минус. А, ну, или вот Джейд, который хилится от кровотечения. Да. И минус. Ну, ничего страшного. Получается, в этой фазе победил Павлин. И получается на этом все. Кстати, хорошо то, что на тех персонажей, вот эти на классическом Рейдене и Ренблеке, Черный Дракон, был бонус. Из-за этого куначиков я немножко смог поднять. Но, в принципе, я думаю, то, что получилось хорошо. Учитывая то, что алмазки были так себе, без слияния. Думаю, нормально мы смогли пройти. С вами был канал Сводик Сыла. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok